Хочу обрадовать, у нас больших подключений по воде в этом году уже не предусмотрено. Чиновники ответ держат перед жителями арбековских многоэтажек. В библиотеке 79-й школы многолюдно. Десятки человек после работы пришли в образовательное учреждение. Для того, чтобы разместить всех желающих, пришлось устанавливать дополнительные стулья. Пензенцев пригласили на вечернюю встречу с чиновниками. Кому принадлежат наши вот эти вот фонари? Они вообще не светят. Время уже такое подходит зимнее, когда темнеет рано. По поводу освещения, я думаю, что управление ЖКХ проедет вместе с районной администрацией, разберется. Если есть уже установленные столбы с уличным освещением, но они не работают, значит, надо разобраться, почему и на чем баланс они находятся, и что надо сделать для того, чтобы освещение заработало. В течение недели мы с этим вопросом разберемся. Пензенцев беспокоят разбитые тротуары, состояние уличной разметки, бесхозные помещения, отсутствие аптеки, которая работала бы круглосуточно. Глава Пензы подчеркивает, не все вопросы можно решить быстро, но ни одно из обращений не останется без ответа. Представители различных управлений также присутствуют на встрече. Хотела бы уточнить вопрос по поводу открытия магазина. Когда его строили, было повесткой дня, да, что будет развлекательный центр для детей. И жители района были против того, чтобы открывался там магазин. В итоге построили этот центр, детский не сделали, и все равно открыли магазин. Совместно с Министерством архитектуры и градостроительства области проверим информацию, насколько все это сделано законно. Но я поддержу мнение Минграда о том, что собственник помещения может построить здание с одним назначением, ввести в эксплуатацию, а потом поменять назначение использования по своему усмотрению. Подобные встречи чиновники организуют во всех районах Пензы. Собрания будут проходить в школах.